Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. На календаре середина апреля. Настоящая весенняя погода вступает в свои права. И сегодня будет по летнему тепло. Подробнее о погоде на сегодня расскажут синоптики. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем 24-26 градусов тепла. Наступает время пикников и путешествий. Приятная новость. Карачаево-Черкесия в десятке самых востребованных этнических республик России для путешествий. Тем более, что путешествовать можно со скидкой. Программой туристического кэшбэка воспользовались полтора миллиона человек. Наш юный земляк Лео Гаценко стал куратором Международной премии уличных культур Кардо. И сегодня в нашей студии Лео расскажет моей соведущей Белли Джозаевой об этом проекте, об уличных фестивалях, откуда эта культура пришла, в чем ее суть и что положительного уличная культура принесет нашей молодежи. Доброе утро всем! Доброе утро, Лео! Доброе утро, Белла! Я рада видеть тебя у нас сегодня в гостях. Тем более, ты приехал, скажем так, из соседнего региона, со Ставрополя. Хотя ты наш местный парень, правильно? Да, я учился здесь, учился здесь. Значит, повод для нашей встречи вот такой. Ты стал куратором Международной премии уличных культур под названием Кардо. Ты мне, пожалуйста, расскажи, что это за проект, что это за международная премия, как ты стал куратором, где премия будет проходить. Вот подробности хотелось бы услышать. Ну, начнем с того, что название премии выбрали мы не случайно. И проходит она уже пятый год подряд, все время в новом городе нашей Российской Федерации. Название происходит от древнеримского слова «кардо», что означает «дорогу, направленную с севера на юг». Как говорится, все улицы и все дороги ведут в Рим. В Рим? Да. А как я стал куратором данной премии, это максимально странная ситуация. Я у нашего директора увидел историю в инстаграме, то, что нам нужны кураторы, нам нужны люди, которые будут за это ответственны. Если честно, вначале было очень страшно ему писать о том, что это ответственность большая, быть куратором целого региона. Я пару дней думал, но все-таки решил, написал. Через три человека меня привезли. Сказали, напиши ему, потом ему, ему. И так дошло до того, что я связался с нынешним моим руководителем, с Еленой, который отвечает за весь СКФО. И вот теперь сижу здесь, рассказываю о премии, хожу по учебным заведениям, школам, печатные издания, рассказываю о премии, ищу атлетов. Ну смотри, уличная культура. Можно ли сказать, в принципе, я думаю, что можно так сказать, что уличная культура пришла нам с Запада, к нам и с Запада? Да, можно. Уличная культура, что в твоем понимании и вообще что это такое? Ну по мне так, уличная культура у нас формировалась за счет того перестроя, который был в 90-е, и из-за того западного контента, который нам поступал как раз в те времена. Думаю, многие видели в фильмах, как какие-то мужчины скакали по гаражам, по стройкам, и наши мальчики в 90-е хотели это повторять. Кто-то видел, какие невероятные трюки вытворяли актеры. И все это хотели вытворять в жизни. Поэтому же у нас часто охранники гоняли юных пацанов по стройкам, по гаражам, потому что они смотрели, и они хотели делать так же. Подражать. Скажи мне, пожалуйста, что хорошего, что положительного в уличной культуре? Я считаю, мое личное мнение, что уличная культура хороша тем, что у нас не идет речь о том, что кто-то именно особенный. Особенные все. В этом и преимущество. Мы не делаем акцент на танцоров-инвалидов, на танцоров без слуха, потому что каждый танцор, он по-своему особенный. У него свой особенный стиль. И в моем понимании преимущество уличной культуры в том, что для них не нужно специального места, для них не нужно четко ровного пола, для них не нужно специального оборудования. Для уличной культуры нужно выйти из дома и просто... Оказаться на улице. Оказаться... Ну, не на улице как бы жить там, а именно выйти просто из дома, выйти на улицу и просто следовать ландшафту местности, следовать потоку музыки. То есть те же самые паркуристы, они не идут, не строят себе паркур-площадки в основном, они выходят на улицу, и то, что уже было сделано, они это покоряют. Они к одной обычной периле могут придумать 10 трюков, 10 способов, как через нее перепрыгнуть. Как танцор может к обычной ноте придумать 10 движений, 10 прекрасных телодвижений. Ну, улица, уличная культура, это всегда молодежь? Не всегда. Очень много представителей, которым уже за 40 лет, за 50. В уличных культурах нет ограничений по возрасту. То есть как ты себя внутри чувствуешь, так ты себя внутри, так ты себя вовне и предподносишь. Ну вот смотри, я слышала, что даже проходят фестивали уличной культуры. Да, как раз одним из самых крупных фестивалей является фестиваль Тегепремия Карда. Она проходит как раз в 5 дней, будет проходить в Белгороде, но до этого проходит в 2 этапа. То есть всего 3 этапа. Первый из них – это онлайн-регистрация. Любой желающий может подать заявку на нашем официальном сайте премии Карда, после чего во втором этапе ее будут рассматривать, и эти люди будут приглашены на региональные этапы, то есть которые планируется провести и у нас в самом регионе. То есть лучшие из лучших из нашего региона встретятся, и, во-первых, узнают, познакомятся, и пройдут отборочный этап в нашем же регионе. После чего будут отправлены в сам Белгород на ту премию, для того, чтобы о них узнал весь мир. Все-таки принимают участие целых 40 стран в данной премии. Все это, конечно, хорошо. Я, наверное, немножечко ложечку дегтя в этого все добавлю. Какие-то ассоциации, когда говоришь «уличная культура», возникают с тем, что молодые люди прыгают по крышам, цепляются на крыше поездов в метро, ну и так далее, и так далее. И много несчастных случаев. Вот как с этим бороться? Вот как раз есть организация «Уфбиц» у меня в Ставрополе, и она сейчас распространяется по всем городам. И от нее же пошла организация всероссийская «Улица России». Да, очень много было случаев, как кто-то травмировался, кто-то сломал руку, кто-то лишился конечностей. И вот это мы и хотим убрать. Как раз с помощью постройки специализированных скейт-парков, специализированных мест для паркура, специализированных мест для того, чтобы рисовать графики. Чтобы человек не рисовал графики на стене какого-то жилого дома, где это кому-то может не понравиться, а там, где это разрешено, где это можно. В специально отведенном месте. Чтобы человек не прыгал по гаражам, не наткнулся на арматуру, а чтобы он мог заниматься любимым делом, а в каком-то специальном месте, где, если что, он может себе положить маты, татами, и его падение не приведет к полому шеи, а к тому, что просто синячок набьет. Чтобы это становилось безопаснее, чтобы уличный спорт становился более безопасным. А уже люди, которые готовятся в таких помещениях, они уже с большей безопасностью могут выходить на улицы и творить свое творчество там. Ну и хотелось бы узнать в заключении, к чему ты призываешь тех людей, молодых людей, своих ровесников, тех людей, которые выйдут на улицы? Ну, во-первых, к тому, чтобы быть осторожнее, не надо, если у тебя не хватает сил на какой-то прыжок, не надо его делать. Ты лучше оттащи его, оттащи на чем-то безопасном. То есть не надо идти в радикальщину, не надо сильно, так сказать, делать что-то опасное. Этому надо вначале научиться. Надо в первую очередь научиться, а потом уже делать. И еще мой, так сказать, совет, это развиваться в том, что вам нравится. Как раз наша премия дает в этом возможность выехать из собственного города, из собственного аула, села, познакомиться с такими же крутыми ребятами, которые что-то подскажут, чему-то научат. А также о вас узнает весь свет, о вас узнают более 40 стран. Вы сможете не только поделиться своим опытом, вы его получите, вы увидите мир, и вы сможете развиваться по-новому. Из нашего диалога я поняла, что уличная культура – это хорошо, что много всего положительного. Я желаю тебе успеха, как куратора вот этого проекта, и желаю, чтобы все дети, вся молодежь наша была счастлива и была только на позитиве. Спасибо тебе. И большое вам спасибо, Белла, за приглашение на эту прекрасную передачу, за то, что дали рассказать о улицах, о бренде улицы сегодня и организации «Улицы России». Это очень многое для меня значит, потому что только вместе мы сможем сделать так, чтобы меньше детей, меньше подростков получали травмы и могли заниматься любимым делом в более безопасных условиях, чтобы их мамы не волновались. Спасибо тебе, удачи. Большое вам спасибо. Ария из опер, русских и зарубежных исполнителей под аккомпанемент оркестра. В Черкесске прошел концерт, посвященный 100-летию Карачаева Черкесии. Все поклонники высокого искусства могли насладиться выступлением заслуженного артиста Карачаева Черкесии, солиста Мариинского театра Заура Алиева. На концерте побывал Али Баташев. С первых нот артист покоряет публику красотой и выразительностью исполнения произведений итальянских и русских композиторов. Солист знаменитого Мариинского театра в Санкт-Петербурге Заур Алиев на сцене с шести лет. Любовь к музыке привел отец Харлам Алиев, народный артист Карачаева Черкесии. Звонкоголосый мальчик в национальном костюме громко заявил о себе. Песня «Салам алейкум» стала первым хитом будущего оперного певца. Мальчик с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано, школу искусств в микрорайоне Московский, где и получал уроки вокала. Заур Алиев солировал в оркестре народных инструментов «Сувенир» под руководством Анатолия Сгонникова. Участвовал в различных фестивалях и конкурсах. Уже в то время, вдохновленный творчеством Робертина Лоретти, юный артист попробовал свои силы в жанре оперы. Ну ты едешь, дорогая, Даль зовет тебя иная, Неужели навсегда я А терял тебя мой друг Звание заслуженного артиста Карачаева Черкесии Заур получил уже в шестом классе. Несмотря на свой опыт, артист до сих пор очень волнуется перед каждым выходом на сцену. Я считаю, что есть ответственность перед зрителем, особенно когда ты не поешь под фонограмму, не подготовываю, так сказать, музыку, поешь вживую, потому что всегда есть риск, риск сорвать ноту, не взять верхнюю ноту. Это самое страшное для певца. Забыть слова. Например, сейчас я думаю, как бы не забыть слова, как бы все так спеть красиво. Только из-за этого. И как бы, сколько бы ты не тренировался, даже у Лучана Повороте спрашивали, говорит, Лучана, ну вот вы уверены, вот когда вы здоровы, вы в голосе, как бы все в порядке, вы уверены, что вы возьмете ту или иную верхнюю ноту? Он говорит, нет, в этом и прелесть нашей, так сказать, профессии. Так что, скорее, из-за этого, из-за ответственности. Каждый концерт испытание, да, серьезно? Безусловно, безусловно. Концерт – это концерт. То же время возможно для совершенства мастерства, да? Конечно, конечно. Вы абсолютно правы, да. Артисту на сцене важно правдиво передать чувство и настроение, заложенное автором в музыкальное произведение, говорит Заур Алиев. Ария Бородина из оперы «Князь Игорь» прекрасная возможность показать не только вокальные данные, но и мастерство сценического перевоплощения. Ждешь ли ты, меня моя, что ты, чую сердце, что ждешь, ты меня. Зауру Алиеву аккомпанировал симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия Аланье под руководством главного режиссера Заурбека Гукаева. Он убежден, что жанр оперы не исчезнет с музыкального небосклона, а будет развиваться и вдохновлять новое поколение ценителей прекрасного. Музыка, которую я наблюдаю как популярную в течение своей жизни, она, как правило, правильнее даже сказать, ее век очень недолг. Она очень многих увлекает, но через несколько лет приходит что-то новое на смену. А жанр оперы он уже пережил столетия и продолжает, как мне кажется, себя замечательно чувствовать. Поэтому я за оперу спокоен. Это лучшие образцы музыки, которые есть вообще, поэтому волноваться за нее, мне кажется, хорновато. Творческие планы развиваться. Как бы это банально ни звучало, нужно работать над своей техникой, становиться больше артистом, не звучкодуем, как говорят про некоторых. Просто стоять и петь, а делать какие-то краски, интересы, так сказать, новые, находить в музыке. Тем самым вдохновлять зрителя ходить на оперу. Заур Алиев родом из Карачаевска. Живет и работает в Петербурге. Покидать страну не собирается, потому что любит свою большую и малую родину. Я вдвойне и даже втройне, неважно, я счастлив увидеть лица именно людей из своего родного края. Поэтому, так что я весь этот концерт, так сказать, посвящаю своим, можно сказать, людям. Вот вы к нам вернетесь еще с новой программой? Планируете когда? Ой, ну планировать, не знаю, как сказать. Есть желание. Артисту предстоит готовиться к новым гастролям, а поклонникам ожидать новых и ярких концертов любимого исполнителя. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Чей робот самый лучший? Выясняли на третьем межрегиональном этапе чемпионата, который прошел в Донбайе. Проект по продвижению искусственного интеллекта и робототехники дает возможность участникам проявить свои умения в области программирования. Уродк робототехники прошла Фатима Даурова. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Слова песни из популярнейшего фильма для детей из 80-х «Приключения электроника» стали пророческими. И самое интересное, что инженерами из будущего оказались ровесники героев этого фильма. Робототехника стимулирует развиваться в алгоритмике, инженерии, изобретательстве, умении нестандартно мыслить. И все это вкупе присуще участникам межрегионального отборочного этапа чемпионата робокап южного и северокавказского федеральных округов. Вот уже третий год подряд платформой для проведения выбран высокогорный поселок Донбай. Мы хотим привить любовь к робототехнике. Вы же знаете, что сейчас будущее за искусственным интеллектом. А робот – это что такое? Железяка, которая управляется, в которой вмонтирован искусственный интеллект, она управляется. Вы видите, что сейчас это очень востребовано. В соревнованиях участники попадают в условия настоящего конструкторского бюро. Хочешь, не хочешь, научишься планировать, отслеживать процессы, налаживать коммуникацию в группе. В данных условиях роботы выступают в роли спасателей. Их задача – проехать по полигону по определенной траектории, заехать в зону спасения и спасти предполагаемый объект. Мини-робот должен оказаться самым быстрым, самым точным и выполнить все действия, предусмотренные программой. Карачаево-Черкесию на чемпионате представила команда «Кванториум-09». Ее участники настроены только на победу. Их профессиональный рост за три года отметили и организаторы соревнований. Мы видим, как результаты улучшаются. Ребята все более профессионально программируют роботов. И я думаю, что именно развитие робототехники в республике поставлено достаточно хорошо. Есть, конечно, над чем дальше работать, безусловно, но прогресс очевиден. Думаем, что выиграем, займем хоть какое-то место, потому что трудимся, стараемся, не спим. Так что у нас, я считаю, большие шансы есть на победу. И капитан не ошибся. В номинации «Лучший дебют» наши ребята оказались первыми. Энтузиасты робототехники представляют команды разной возрастной категории. Самому младшему участнику соревнований всего 8 лет. Меня вообще заинтересовала робототехника тем, что это очень увлекательно. И можно создавать все разное, по своей фантазии. Можно делать все, что угодно. Меня это заинтересовало. И я решил пойти и попробовать это все. Для участников важно не застрять на привычном уровне, а обязательно переходить к более сложному этапу. Победители и номинанты регионального турнира в Домбай получат приглашение и право принять участие, представлять свои регионы на всероссийском турнире, который пройдет в середине мая в городе Томске. Победители российского турнира получат право представить Россию на международных соревнованиях рыбаков в этом году. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаева, Черкесия, Домбай. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok